Чувашия 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 Сейчас это ведется хорошо. Сергей Иванович, вопрос сначала к вам. Скажите, пожалуйста, сколько ребят из Новочебоксарска отправится служить в этом году? Ну и, конечно, интересует больше всего базовый тральщик Новочебоксарска. Вот куда ребята отправляются? Сколько их будет? У нас, согласно плану, 14 человек. 14 человек уже подготовлено. Они все прошли уже тестирование на ковид, и поэтому, значит, они готовы. Ну и, что касается базового тральщика Новочебоксарска, они будут переспределены там в Балтийске, в Калининграде, после прохождения ПТК флота. То есть они сначала пройдут там курс, так скажем, молодого бойца, или как он направлено называется на флоте, ПТК, и потом они будут переспределяться по воинским частям, в том числе и по кораблям. Ну мы надеемся, что максимальное количество, так как наши базовые тральщики в Новочебоксарске, и, значит, я так считаю, что максимальное количество наших ребят будет служить на этом Новочебоксарске. По каким критериям отбираются туда ребята? Можете этот крафт, может быть, сказать? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что мы, конечно, действительно, мы ребята отбираем туда, как отбираем на президентский полк, то есть они должны пройти медицинскую комиссию, как правило, это категория А, без ограничений для того, чтобы попасть на флот, именно в плавсостав, нужно без ограничений было составить здоровье. Проходит профессиональный психологический отбор, с ним проводят индивидуальные беседы, значит, мы также их интересы тоже смотрим. Если человек хочет служить на флоте, если у него в династии, тем более там дедушка или отец служил на флоте, почему бы ему не дать такую возможность служить на флоте? Вот, значит, такие вот мы их служим, но мы их отбираем, то есть не каждый подойдет туда, именно служить на флоте, потому что это все-таки наш корабль, и у нас есть соглашение с этим балтийским соединением. Скажите, а как давно вообще служат наши ребята, вот конкретно на базовом тральщике «Ночи Баксарск»? И кратко для начала об истории этого тральщика. То есть как так получилось, что в Балтийске, в далеком для нас, да, есть тральщик с одноименным названием? Ну, это получилось три года назад. В ту бытность Олег Борисович Бирюков, сити-менеджер, в беседе о патриотизме попросил нас, ветеранов военно-морского флота, помочь с тем, чтобы у города был свой подшифтный корабль, чтобы возобновить те связи, которые были утеряны, именно патриотически, военно-патриотически, с военно-морским флотом. Все-таки в «Ночи Баксарске» много ветеранов военно-морского флота, много ребят, все-таки мы волжане, которые любят свою Волгу, хотят служить на море, на Волге. Мы обратились вместе в военно-морский флот, обозначили наши проблемы, вопросы, пожелания. Главнокомандующий военно-морским флотом пошел нам навстречу, так как у нас уже два корабля подшифтных, это ракетные катеры «Чуваши» и такой же базовый тральщик «Ядрин» на Кольской флотилии. Они как близнецы и братья. И практически сказал, ну дайте этим «Чувашам» еще один корабль, раз у них так все хорошо там по военной патриотике, пусть будет «Ночи Баксарск». 16 декабря будет три года с момента переименования базового тральщика «Ночи Баксарск». Постараемся туда поехать, чтобы достойно отметить наше трехлетие. За это время порядка уже 20 ребят прошли службу, именно на базовом тральщике «Ночи Баксарск». Еще раз скажу, что попадает туда лучший из лучших. Вот таких идейных, у кого есть династия морская, мы, конечно, ведем в ручном режиме. Как говорится, практически за руку приводим их на корабль. Вот так Влада Ямскова мы тогда весной за руку взяли и на корабль привели. И вот мы практически каждые каникулы приезжаем на наш «Ночи Баксарск». У нас проект наш – выездная школа «Юнг». Мы туда возим детей со всей республики, чтобы они посмотрели, что такое боевой корабль. Они вместе с матросами живут в публике, вместе с ними обслуживают механизмы, как «Юнги» военно-морского флота. Вот Влад неоднократно принимал участие в нашей выездной школе «Юнг», беря шество над нашими «Юнгами», тоже из «Ночи Баксарска». И 17-й школы ездили неоднократно. В принципе, что еще хочу сказать. Пожелать ребятам хорошо служить и вернуться домой достойно. Где был на «Ночи Баксарске»? Откуда? С «Ночи Баксарска». Так что я думаю, это очень приятно. Это фирменный знак «Лэйб», так скажем. Красивый, да. Пожелать им удачи. Скажи, пожалуйста, о том, как ты служил? Какие впечатления у тебя в службе? И вообще, тем более, что сидит потенциальный у вас призывник, который бы, я думаю, с интересом тебя послушал, потому что действительно служит в таком месте на фазе «Ночи Баксарска». Наверное, это достойно и почетно. Расскажи, поделись впечатлениями. Освоение, все как-то быстро произошло, как-то быстро влился в роль команды. Там надо побывать. Так просто не передашь все эти эмоции, которые можно получить там. Сам вот этот запах моря, захватывающий дух, когда выход в море. А так могу тебе только пожелать, хорошо отслужить, в принципе, все, вернуться домой с честью, с магнитиком, с кораблем «Ночи Баксарска». Вот Влад сразу влился в экипаж. Не у всех это получается, прям ежемоментно. Но потихоньку, обкатка на корабле. Там же такие простые мужские истины, как один за всех, все за одного. Только за тебя может постоять твой брат. Почему вот пошло на фото брата, братка? Потому что, кроме товарища, с которым ты спишь рядом, делишь кусок хлеба, тебе помочь может только брат. Рядом. Весь экипаж как братья. Такое мужское братство. И новый мальчик, который вливается в этот экипаж, он обкатывается в этом механизме. Бывает жестко, притирается. Но все равно механизм он работает, все эти неровности сглаживаются. И потом этот винтик, он вошел и работает как положено, как часы. Павел Белык уже в это воскресенье отправляется на службу в армию. Очень хочет служить именно на базовом тральщике Новочебоксарск. Решил пойти по стопам отца и нести службу в морском флоте. Уже через год его отправили в Северодвинск, в Северный флот. Здесь он работал год на заводе, по-моему. И уже через год его отправили в Мурманск, вот здесь он. Это все, вот это фотография получается на фоне военной базы. И вот его атомная военная подлодка, на которой он служил в два с половиной года. Скажи, пожалуйста, вообще есть вероятность того, что ты вот служишь, да, год, по-моему, срочную службу, да? Что ты останешься еще по контракту служить? Ну, не знаю, я об этом никак-то не планировал об этом. Ну, мне будет интересно посмотреть вообще страну, как там все происходит внутри, как новые обстоятельства в моей жизни. Ты документы забрал из вашего заведения, да, из вашего учебного заведения. Как в семье отреагировали, что теперь служить пойдешь? Вполне с пониманием, тем более у меня отец служил, все эти дяди все служили. Мама, естественно, тоже как бы замок, поэтому все как бы нормально, без конфликтов. Ну что же, я вот только могу тебе пожелать, чтобы ты достойно вынесся тяготы в служение, пополнил ряды и с гордостью, с достоинством вернулся снова к нам. Мы обязательно с тобой встретимся, когда ты отслужишь. Корабль должен быть укомплектован всем необходимым. Вот, кстати, и НКТВ нам помогло, выделили деньги, на которые сейчас на корабле заменили сантехнику. Сейчас вот Владислав, он механик, он сам систему обслуживал, кое-что там подремонтировали. То бишь корабль сейчас благодаря поддержке земляков на достойном уровне находится, так скажем. Но как раз попадет, увидит. Мы постараемся, чтобы он туда попал, так скажем. Выпишем ему свою комсомольскую путевку от Мауча Максовского. Да, вместе с Сергеем Геннадьевичем. Здравствуйте. Ну что, Паша, я хочу тебе пожелать, чтобы вот этот год, который ты проведешь на военной службе, он не прошел для тебя зря, да? В любом случае, это какое-то испытание для молодого человека, который, вот ты, наверное, впервые уходишь от семьи на целый год, да? Ну, ты должен понимать, что ты на сегодняшний день, вернее, в армии, ты будешь принимать интересы города Новочебоксарска, Чуварской республики, вооруженных силах, военно-морском флоте. Вот я отслужил срочную службу 35 лет назад, мы до сих пор со своими друзьями, с адаполчанами общаемся, даже с теми, которые за границей живут на сегодняшний день, там кто-то в Германии, кто-то в Белоруссии. Ты должен понимать, что войсковое товарищество – это самая крепкая дружба, да? Поэтому я тебе желаю удачи, хороших командиров, а там хороший, отличный командир, капитан третьего раунда, он практически наш земляк, он с Башкирии. Ну, уважаемые гости, хочется в завершение нашей встречи сделать, показать вам небольшой сюрприз. Компания НКТВ связалась с базовым тратчиком Новочебоксарска, подготовили совместно с технической группой НКТВ фильм. Вот, поздравления с Днем Республики, вот, и мы готовы его вам сейчас продемонстрировать. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня замечательный день, юбилей нашей прекрасной и необъятной Чувашской Республики. Это праздник для всех, кто гордится своей Родиной, ее богатой историей и культурой. От всей души поздравляю вас и желаю оптимизма, любви, счастья и благополучия. Сердечно поздравляю вас с Днем Республики. Для Чувашии это праздник надежды на созидательный мирный труд. Беженые отношения к историческому прошлому и к национальным традициям Республики вселяют уверенность в преодолении всех трудностей. Желаю всем жителям нашего края успехов, доброго здоровья, мирного неба над головой. Уважаемое правительство, дорогие родные и близкие, жители и гости Чувашской Республики. Поздравляю вас с круглой датой и столетиям нашего замечательного края. Чуваша это важная и неотъемлемая часть нашей страны. Я горжусь тем, что родился именно здесь. Крепкого здоровья вам, благополучия, просветания и новых достижений. Уважаемое руководство, жители и гости Чувашской Республики. Поздравляю вас с этим светлым праздником, с долгожданным юбилеем, столетием Республики Чувашия. Этот день всегда вызывает у нас чувство гордости и патриотизма. Главное богатство Чувашии это ее жители. Отзывчивые, талантливые и трудолюбивые. Именно такие люди проходят военную службу на базовом тральщике Новочебоксарска. Мы благодарны вам за воспитание настоящих патриотов нашей Родины. От лица командования корабля желаю вам успехов, процветания, крепкого флотского здоровья и 7 футов под келем. С праздником! Ура! Субтитры подогнал «Симон»!